Дорогие друзья, занимайте ваши места. Вы теперь все такие счастливые, с книгами сидите, мне это очень радостно. Да, вот посмотрите, обратите внимание на экран, это к истории нашего обращения к творчеству Клычкова. Вот столько у нас прошло разных программ, стихи и песен стихи Клычкова, когда их еще было мало, они звучали в разных сборных программах. Потом была программа вот у нас в музее, в литературном музее, там вот и Татьяна Викторовна была, выступала и другие люди, литераторы разные были. Вот, потом была большая программа в Доме русского зарубежья, в библиотеке Ленина программа, вот Клычков, Рубцов, Есенин, три певца, так сказать, вот русской природы, русской земли. Вот. Ну и, наконец, вот в Суздале на конференции была тоже программа у нас посвященная выходу этой книги. Ну и в РГБ еще одна программа, уже посвященная тоже именно Сергею Клычкову, когда только-только появилась книга. Вот, что я хочу сказать, что вот сейчас, вот сейчас год 130-летия Сергея Антоновича Клычкова, вот он подходит к завершению, вот этот год, ну, 19-й год, на самом деле 130-летие будет еще до следующего июля, но вот этот год подходит к завершению, и вот под занавес года происходят очень важные события для Клычкова и для всех людей, которым он дорог, которые его любят, которые много лет вот прикладывали усилия, чтобы как-то его творчество вернуть людям, вернуть читателям, потому что, конечно, мы на самом деле были обокрадены много лет, вы понимаете, мы были просто обокрадены. Вот то, что последняя его книжка вышла в 1930-м году, в 1930-м, сборник стихов в «Гостях у журавлей», и все, и все. И дальше вот на протяжении скольких, почти 70 лет мы не имели вот этого, вот этого писателя, этого творчества ни в школах, нигде, ни даже там тайно как-то нельзя было это читать. И это на самом деле огромная потеря, это огромная потеря для нас, для страны, для народа. Вот вы знаете, вот я не побоюсь этого пафоса, просто вот для какого-то национального самоопределения, потому что вот именно Клычковская проза, она очень много дает для понимания нашего вот русскости нашей, вот этого какого-то, ну не знаю, вот какого-то, чего-то основополагающего, очень важного. Вот вы прочтете это и поймете, и как жалко, что мы этого не имели. Знаете, каждый писатель, он приходит зачем-то, вот зачем-то был послан Пушкин, чтобы он нам дал вот этот русский язык, на котором мы разговариваем, это вот поэзия изумительная. Зачем-то пришел Толстой, чтобы дать что-то очень важное, Достоевский, Чехов. Вот все эти люди, что-то нам, мы, прочитывая их, мы поднимались на какую-то новую ступень, мы становились другими, мы становились тем, что мы есть, вот этим вот народом. Но Роза Клычкова, понимаете, это вот какая-то такая вот первая ступень, вот основополагающая, в ней что-то вот такое первородное для нас. И то, что мы этого не имели, это огромная потеря, это огромнейшая потеря просто. Просто, ну, могло все пойти по-другому, понимаете. Ну, вот, ну, надо прочесть хотя бы сейчас. И надо дать детям прочесть. Это непростое чтение, это язык очень непростой. Но это вот надо впитать в себя. Вот впитать, вот чтобы стать, ну, я не скажу русским человеком, да, но вот человеком этой земли, вот, из которой мы выросли, из которой он вырос. Он очень важное что-то понял, вот ему очень важное что-то было дано. Задание такое, миссия была дана. Так, ну, вот я продолжаю, собственно говоря. Да. Я просто хочу назвать цифру 1914 год. Вот эта страшная дата, которая перерубила историю, которая сломала хребет веку, как, помните, у Мандельштама, да? Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в свои зрачки и своей кровью склеит двух столетий позвонки. Но разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век. Вот этот год разбил позвоночник века. Разбил судьбы многих стран, государств, сотен тысяч людей. В это время Клычков пишет своему другу Петру Журову. Прости меня за такое долгое молчание, за то, что не отозвался на твой голос. Причиной была пустыня души, которая у меня как-то съежилась, завяла с первого дня этой войны. Первый выстрел будто разбудил, ошеломил, накинулся на меня, как вор на дороге жизни, и сделал меня из богача нищим. Чувство какой-то роковой, странной душевной опустошенности не покидает меня по сие время. В первое время я так мучился ею, как болел, а теперь словно легче, но уже не могу назвать себя живым человеком. И часто щеплю себя, чтобы убедиться, что я еще де-факто существую. Сергей Клычков был призван в армию в 1914 году. И он пошел на фронт. Он три года провел на фронте. Он закончил войну младшим офицерским чином, прапорщиком. Но он все это время был с солдатами. Вот со своими односельчанами, там были его какие-то и знакомые. Вот со своими вот этими мужиками крестьянскими, собственно, вся армия-то из них состояла. И сначала он был в Гельсингфорсе, начал войну, потом был переведен на Западный фронт. И вот в этих мокрых окопах у Западной Двины Он провел большую часть военного времени. На чужбине далеко от Родины Вспоминаю я сад свой дом, там сейчас расцветает смородина, и под околами птичий садок. Там над садом луна величавая, низко свесившись, смотрится в пруд, Где бубенчики желтые плавают, и в асоке русалке живут. Где бубенчики желтые плавают, и в асоке русалке живут. Она смотрит на липые ясени из-за облачно ясных завес, На сарай, где я нежился на сене, на дорогу бегущую в лес. На дорогу бегущую в лес, За ворота глядит, и на улице, словно днем, только дрема и тишь, Лишь причудливо избы сутуляться, до роса звонко капает скрыть. Донесется предзорная конница, утонувшая в туман и погрузь, До березки прощаются, клонятся, словно в дальней собрались, А пусть. До березки прощаются, клонятся, словно в дальней собрались, Пусть. Эту пору весеннюю раннюю Одиноко встречаю вдали. Ах, прильнуть бы послухать дыхание, Поглядеть в заревое сияние, Милой матери родимой земли. Ах, прильнуть бы послухать дыхание, Поглядеть в заревое сияние, Милой матери родимой земли. Вся в тумане, в дремоте околется, Только с краю свиток от окон, То тайком моя матушка молится И кладет за поклоном поклон. Смотрит в очи ей ликтро и ручицы, А в углу предрассветная мгла. Полно плакать, родимая, мучиться, Ты бы лучше вздремнула, легла. Уж светает, уж брежется по полю, Уж мелькает русалочья тень, Вот и кони с ночнины протопали, И за тынь смотрит дружник день. Вся в тумане, в дремоте околется, Только с краю свиток от окон, То тайком моя матушка молится И кладет за поклоном поклон. Прощай, родимая сторонка, Родная матушка, прости, Благослови меня иконкой И на дорогу покрести. Благослови меня иконкой И на дорогу покрести. Жаль разлучаться с милой болей, Да не идти я не могу, Ведь никого уж нету боли На недокошенном лугу. Ведь выпал всем тяжелый жребий С родной расстаться стороной, Зарей сияющей в небе И тихой радостью земной. Зарей сияющей в небе И тихой радостью земной. Прощайте, травка, говорунья, И сиротина, борозда, Прощайте, ночи полнолуния, И ты, далекая звезда, Звезда, горящая, как свечка, Пред светлым праздником зари. Прощай, родимая крылечко, И ты, колечко на двери. И брови дрогнувшие мукой, И очи скрывшие печаль, Растай, душа перед разлукой, В родную шить, родную дай. Прощай, родимая сторонка, Родная матушка, прости, Благослови меня иконкой, И на дорогу покрести. Благослови меня иконкой, И на дорогу покрести. Это стихи написаны в 1914 году, Когда поэт попрощался, С родной страной уезжал на войну. А вот стихотворение тоже 1914 года, Стихотворение Сергея Есенина, Молитва матери. На краю деревни Старая избушка, Там перед иконой Молится старушка. Молитва старушки Сын напоминает, Сын в краю далеком Родину спасает. Молится старушка, Утирает слезы, А в глазах усталых Расцветают грезы. Видит она поле, Поле перед боем, Где лежит убитым Сын ее героем. На груди широкой Брыжет кровь, Что пламя, А в руках застывших Вражеское знамя, И от счастья с горем Вся она застыла, Голову седую На руки склонила. И закрыли брови Редкие сединки, А из глаз, как бисер, Сыплются слезинки. Ну, вот не знаю, Слышится ли вам все же Разность интонации Этих стихов. Вот. Клочковское Прощание И молитвы матери И молитва Есенина. Ну, дело тут, наверное, В точке взгляда все. Поскольку Клочков, как я говорила, Провел войну В действующей армии, Провел войну В окопах. А Сергей Есенин Служил, Работал В санитарном поезде Во время войны. Но и не с самого начала войны. Всего на всего его служба Продлилась Год. В 16-м году он Поступил на службу И поступил в санитарный поезд. Не просто санитарный поезд. А санитарный поезд Так он назывался. Ее императорского величества Государная императрица Александра Федоровна. Это был не простой поезд. Очень комфортабельный. Состоявший из 20 пульмановских вагонов. Так что там, конечно, Совсем другое ощущение войны было. Вот. Поэтому у Есенина такие стихи Случались уропатриотические. Там посвященные Бельгии, Польше. Вот. И какие-то. Еще там. Вот я еще парочку прочту их. Вот. Это уже гораздо более искренним, мне кажется, Его письмо матери. Бельгий. 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 Вот еще одно из военных стихотворений Сергея Есенина. Девушка в светлице вышивает ткани, На конве в узорах копии кресты. Девушка рисует мертвых на поляне, На груди у мертвых красные цветы. Нежный шелк выводит храброго героя, Тот герой отважный, принц ее души. Он лежит сраженный в жаркой схватке боя, И в узорах крови смяты камыши. Кончены рисунки, лампа догорает, Девушка склонилась, помутился взор. Девушка тоскует, девушка рыдает, За окошком полночь чертит свой узор. Траурные косы тучи разметали, В пряди тонких локон впуталась луна, В трепетном мерцании, в белом покровале, Девушка, как призрак, плачет у окна. Что ты плачешь, маменька, Плачешь день и ночь, Я ли тебя прогневала, Маменькина дочь? Я ли да у маменьки, Как в ночи луна, Как луна высотая до всего одна? Плюн ли я не выпряла, Не соткала стан? Я ли дружка упрятала, От тебя в чулан? Спрятала, растрогала, Довела до слез, Много в слез у маменьки, А у ночи и звезд. Уж ты, дочка маленькая, Сядь в теникина дочь, Чего плачет маменька, Не тебе помочь? Дочка, ты у тетеньки, Как в ночи луна, Дочка чернокосая до всего одна? Ты, миленка, выпряла, И да откала стан, И дружка не прятала, От отца в чулан. Твой дружок с позиции Нам письмо привез. Много слез у маменьки, Полночки звезд Из романа «Сахарный немец». Квычков вообще-то стихов о войне вот так специально не писал но вот эти вот были прощальные стихи и вот песни, как бы песни в романе в тексте романа я еще одну сейчас песню из этого романа спою но не прошло и недели как снова погнали нас на линию остатки сладки рассуждала солдатье и в этой чудной уверенности что идут в окопы последний раз шли охотнее и бодрее и даже на выходе из резервных лагерей сами взяли твердую ногу и затянули зайчикову песню которую тот сочинил когда из чертухина бок о бок со мной трясся на телеге шлепали мы в полуночи под эту залихватскую заунывную тоже зайчикову песню про Василия и Василису плыли у нас в глазах под полуночным пологом родные чертухинские дали и чем ближе мы подвигались к линии тем тяжелее становились предчувствия что скольким из нас уж и вовсе даже не суждено будущую Пасху увидеть их и закричать во все горло когда с поповой горы у села запелеет и замашет как крыло голубя вертуна Василисин белый платок я на солнце и стомана встала провожать солдат в покой вот собрались старые тут и малые все в рогоне у ворот Василь, Василь, Василиса, Василиса от воли и соотменей как расстаться пахарю сахою с покидай в край родной как старухи с молодой слыхою с поля выбраться одной Василь, Василь, Василиса, Василиса Василь, 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 Василь будет в поле непожатый голос весь усыплется овес плачут бабы, плачут бабы в голос а у них не видно слез Василь, Василь, Василиса Василиса, Василиса не помнись обо мне вон в прогоне уж готовы кони дуги на заре горят попалились подошли к иконе и погладили ребят Василь, Василь, Василиса Василиса, Василиса пожалей болых ребят наши дети за нас помолитесь чтоб скорей прошла гроза и Василиса и Василис смотрит словно ловитясь Василисиной глаза Василис, Василис, Василиса Василиса, Василиса субтитры, Василиса и Василис, Василиса я и Люди дуги на море Поэт вернулся Но вот судьба вела его через все эти ужасы, страдания, мучения, тяготы к его главному, главному его свершению, которое должно было свершиться, к тому, что он должен был создать. Он задумал прозу. Он задумал написать прозу. И вот так он пишет об этом своему другу Петру Журову. Хочется мне, милый друг, написать свою прозу так, чтобы от нее не оторваться, чтобы все было по-иному, не как теперь пишут. Материала у меня много. Выдумывать мне незачем. И этот, милый друг, и труднее. Выдумывать, оказывается, в сущности не штука. Штука вся в том, чтобы полюбить то, что видел, что пережил. Действительность, правду. Вот так он и написал этот свой роман. Роман «Сахарный немец». Это роман вот про эту войну, про его житье с солдатами такими, как он, крестьянами, вот там, в окопах, на войне. И, собственно говоря, нельзя, наверное, сказать, что это роман о войне. Просто это вот действие происходит в это время. Это, на самом деле, такое глубокое философское размышление, рассуждение вот его, такого простого мужика, крестьянина, русского человека об жизни, о людях, об вот этом разломе, о разладе между человеком и природой, между Богом и человеком. Вот эти все необыкновенно мудрые какие-то размышления, поиск, поиск правды, поиск Бога, поиск вот этой разголубой волшебной страны, в которой все живут в мире и согласии, и люди, и звери. Он написал этот роман необыкновенный. Насколько он необыкновенный, вы сможете это почувствовать и узнать в скорости. Роман был опубликован в 1925 году и, конечно, произвел впечатление грянувшего грома. Его, конечно, заметили, потому что это было нечто совершенно ни на что не похожее. И мнения были, естественно, диаметрально противоположные. Кто-то восхищался, кто-то ругал, на чем свет стоит. Вот Журов написал ему так. О романе твоем всего не скажешь. Не скажешь даже в личной беседе, даже на ухо. Ты понимаешь сам. Роман же вообще замечательный и поразительный. И мне даже жаль, что ты его уже написал. Берегись, берегись, Сережа, мне больше всего за тебя страшно. Уж очень отчетлив и удивителен и грозен очерченный тобой путь. Розмаш и походка у тебя богатырские. Сила огромная, руки крылатые. Ты вошел в зрелое и зорькое мужество. Но так уж издавна. Где герой, там и костер. Где ахилл, там и стрела Париса. Твой круг не замкнулся. Опасность еще далека. Но с какой-то вышки Уже следит за тобой неусыпный враг. Прими обреченность. Тогда довершишь до конца. Да, вот с этого романа, с этого момента неусыпный враг усилил свое давление, свое шевеление. Роман подвергся жесточайшей критике. То есть кто-то хвалил, а некоторые даже и хвалили, и одновременно ругали. Например, Горький восхищался языком и всем таким, но одновременно написал кому надо, что Клычков по другую сторону баррикад. И дал там отмашку преслеживать за ним. Его как только не ругали, как только не называли и реакционером, и консерватором, и кулаком, и кулацким прихвостнем, и кулацким подпевалой, и кулацким гусем. Потоки, потоки обрушили издевательств, в ранних улыбе, в национализме обвиняли, и в мистицизме, и там в разных других политических грехах. В общем, ну, травлю такую открыли на писателя. Тем не менее, он успел написать еще следующую книгу «Чертухинский балакир» и опубликовать ее в 1926 году. Это вызвало еще больший поток брани и всяких издевательств печатных. Поэтому вообще им было задумано девяти книжек. Вот этот огромный труд, для чего он, наверное, призван был вообще в этот мир, для чего он был храним столько раз, столько чудес с ним происходило. Действительно, на протяжении всей жизни у него несколько было таких чудесных моментов, когда его просто судьба спасала. Вот когда-то, когда он еще мальчишкой был, не поступил в училище, и отец его сёк прямо на улице, мимо проходил директор училища Фидлер. Поинтересовался, в чем дело. Отец сказал, что вот он провалил экзамен. Фидлер его взял, на следующий день прослушал и взял в свое училище. Вот, например, такое было. Потом, когда он чуть не покончил с собой из-за несчастной любви, вот этой самой Евгении Лобовой, ему встретился ни много ни мало Модест Ильич Чайковский на улице, который его тоже как приголубил, так сказать, пожалел, поговорил с ним и взял с собой в Италию, чтобы молодой человек развеялся, и потом помог книжку издать. Ну, в общем, это чудеса, конечно, да, это чудо, вот, чтобы вот человека вот провести по жизни, а на войне, на войне его тоже несколько раз он был и контужен, и ранен, и все. А потом, после войны, гражданская война, он попадает в Крым, он едет с Евгением Лобовой, у которой туберкулез, ей надо жить в Крыму. Он едет в Крым, 19-20-й год, его дважды приговаривают к расстрелу. Один раз там белый, другой раз махновцы, тоже совершенно чудом он спасается. Вот для чего? Вот его судьба ведет вот для этого, для того, чтобы он совершил главное дело своей жизни. Он задумал это дело великое, девятикнижие, которое называлось «О животе и смерти». Вы представляете? Ну, это глобальнее, чем «Война и мир». Да, вот это, нет, ну, на самом деле, вот размах, да, «О животе и смерти». То есть, девять книг должно было быть, вот, начиная с каких-то давних времен русской истории, вот этой крестьянской России, он собирался поведать миру то, чего, может быть, мир не знал. И Россия, может быть, не знала, читающая Россия тогда, да, крестьянская-то она была на 85%. Вот он ей хотел открыть вот эту правду, какую-то исконную такую, первородную правду. Он успел написать три романа. Вот «Сахарный немец», «Чертухинский балакирь» и следующий роман «Князь мира». «Князя мира» он писал уже, конечно, вот когда уже вот эти тумаки на него сыпались, конечно, он в таком уже был подавленном состоянии, поэтому роман получился очень мрачный. Но, тем не менее, чудом, наверное, надо назвать и то, что все-таки эти три романа были опубликованы в то время. И, ну, вот то, что, конечно, то, что это утеряно, вот я еще раз хочу сказать, то, что это утеряно, было ли написано что-то еще? Ведь когда его арестовали, все увязали, все рукописи, дневники увязали в простыню, и все это вместе с ним увезли на Лубянку, и все, никто этого уже больше не видел. Где-то хранится оно в подвалах или сожгли, уничтожили, неизвестно. То есть из следующего романа, который должен был называться «Серый барин», уцелела глава, которая была опубликована как рассказ, поэтому мы можем судить, какой должен был быть следующий роман. А вообще, конечно, это страшное преступление, то, что вот это не было создано. Человек, который был призван, может быть, Богом и небом для того, чтобы создать вот это эпическое произведение, открыть что-то очень важное миру, не смог этого совершить, что вот этот вот советский Молох его перемолол вместе с его мыслями, вместе с его произведениями. Таким образом, мы лишились вот этой книги. Вот у него во всех романах говорится о книге «Золотые уста», о волшебной книге, в которой все про все прописано. Вот, наверное, его девятикнижия можно сравнить вот с этой книгой «Золотые уста». В этой самой книге на каждый случай жизни, на всякого зверя и гада, и на лихого человека, и на всякую, какая ни есть на свете лихота и болесть, было свое утешение и оговор. Вот оно слово, какую силу имеет. От слова весь мир пошел. Дорогая та книга «Золотые уста». В сей книге счастливцу, раскрывшему ее на любой странице, виден весь мир, как на ладошке яичко. Трава из деревьев, звери и птицы, рыбы и люди – все в ней рассажены по своим местам, как на чинном перу. Никто не обижен и никто чересчур не отделен. И шайка, и хозяйка у всякого есть. Да мало ли, о чем в той книге сказано было. Все в этой книге было сказано, а всем было в ней прописано – о животе и о смерти. Эх, братцы, жалко, что нет у меня ее сейчас под руками. Жалко, что нет у нас под руками вот этого девятикнижия, но, слава Богу, у нас есть под руками вот эта замечательная книга. И это все-таки радостно. И это все-таки подарок для нас всех сохраненный.